Как вы уже могли заметить, у руководства России большие амбиции. У них интересы по всему миру и, как оказалось, не только в нашей Вселенной. Кто владеет космосом, тот владеет, собственно говоря, всей планетой. Одним из самых распиаренных космических проектов РФ последних лет был робот Фёдор. Робот Фёдор сделан в России и в ближайшие годы отправится покорять просторы Вселенной. Такое громкое заявление российские СМИ сделали в 2016 году. Далее Фёдоры ожидали годы изнурительных, а местами даже унизительных тестов. Пока Фёдора били палками, роботы здорового человека научились делать сальто. Быстрых роботов каждый день презентуют, ничего новаторского в этом нет. Наверное, именно так размышляли создатели Фёдора. Потому что пока иностранные разработчики соревновались в скорости и ловкости железных машин, российские инженеры решили создать самого медленного робота в мире. А что, оригинально? Тем более для космоса готовили, там резких движений делать нельзя. А то, что пока Фёдор что-то сделает космонавт, и которым он должен помогать состариться, уже другой вопрос. Работать с «Российское чудо» может всего час, а потом его нужно заряжать как мобильник. И вот, наконец, момент истины настал. Но не без приключений. Российский робот Фёдор не пролез в люк Союза. Возможно, габариты робота просто-напросто копировали по образу и подобию шефа Рогозина. А может, просто забыли измерить входное отверстие корабля. Это всё потому, что у кого-то слишком узкие двери. Но на этом проблемы Фёдора не закончились. Уже на орбите корабль с роботом-помощником на борту не смог с первого раза состыковаться с МКС. Не для таких ли случаев в помощь космонавтам отправляли робота? Оказалось, нет. Робот Фёдор такому не обучен. В его космические задачи входят протирать иллюминаторы, подсвечивать фонарём рабочую зону, управляться кусачками и соединять штекеры. Ну, подумаешь, не смог состыковаться. Зато... Фёдор проявил себя как истинный патриот. Несмотря на серьёзную тряску при выходе из плотных слоёв атмосферы, российский триколор из своих железных рук он не выронил. Когда недоандроид всё же попал на станцию, космонавт Алексей Овчинин никак не мог включить его электропитание. По сообщению самого же Фёдора в Твиттере, заработал он лишь после угроз физической расправы. Космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем. В самом начале пути Фёдора СМИ описывали его как российский ответ Америке. Этот объект, между прочим, должен стать серьёзным конкурентом марсоходу Курьёсити, который американская НАСА отправила на Красную планету 4 года назад. Пока американский Курьёсити добывал ценнейшую научную информацию, российский робот Фёдор учился бесполезным навыкам. Российский космонавт Александр Скворцов заявил, что научил робота Фёдора вытирать под полотенцем. В целом, по отчётам с испытаний Фёдора складывается впечатление, что ту же самую работу человек мог бы выполнять и сам. К тому же, значительно быстрее. Вот, к примеру, робот пытается состыковать два электросоединителя. Робот Фёдор пробыл на орбите с космонавтами всего 14 дней. А они, по личным признаниям, успели от него устать. Мы, честно говоря, в работе с ним всё-таки уже подустали. Когда я закрывал люк корабля, за ним помахал, но без сожаления. Александр Скворцов — российский космонавт на пресс-конференции в Звёздном городке. Фёдор пробыл в космосе с 26 августа по 7 сентября. Если судить по отчётам самого робота в Твиттере, за время на станции сделал он немного. Заработал с десятой попытки, включил дрель, подержал отвёртку, вытер пот. Это чудо техники. Разработчики скрывают стоимость разработки Фёдора. А мы напомним. Над его созданием корпела как минимум пять лет целая команда разработчиков. Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров лишь намекает на стоимость готовой модели. Без учёта зарплаты и обеспечения многолетнего процесса разработки. Если в целом говорить о стоимости робота, то на самом деле здесь достаточно сложно оценить. Но сразу скажу, что это больше, чем 20 миллионов рублей, больше, чем 30 миллионов рублей. То есть 20-30 миллионов рублей минимум. Добавьте к этому стоимость доставки робота на орбиту, двух попыток стыковки и возвращения. Сумма точно потянет на миллиарды. Прогресс стоит того, могли бы сказать и вы, и мы. Ведь после первой миссии Фёдора амбициозно собирались готовить к покорению Луны. Но робот Фёдор перестал включаться после возвращения на Землю с МКС. Фёдор больше не сможет проходить испытания в космосе. Возможно, станет экспонатом в музее. Но не стоит печалиться. Тот самый Евгений Дудоров впоследствии сообщил, что на смену неудавшемуся многомиллионному Фёдору уже готовят другого космического робота. Проектирование уже началось. Увидев всё это, вы, возможно, удивитесь, но в РФ даже нелепую эпопею с Фёдором засчитали в копилочку так называемых «прорывов». Полёт российского робота Фёдора на Международную космическую станцию МКС признан системой мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия» самым резонансным событием в России в области робототехники. В целом, в России из любой новости на тему науки и техники делают события инновационного масштаба. Технологический прорыв. Например, руководство страны любит проводить разного рода технологические выставки и конференции. Одна из таких прошла недавно в Сколково. Первый Всероссийский конгресс цифрового развития. Среди прочего, там презентовали робота, который считывает невербальные команды. Наши разработчики могут давать команды с помощью движения глаз, реакции кожи, а эти провода считывают биоэлектрические сигналы мозга. В зависимости от того, злитесь вы или смеетесь, машина запускает разные системы. Барабанная дробь. В будущем робот сможет подстраховать управление самолетом, если пилот, скажем, разнервничался. Не факт, что пилот не разнервничается, только увидев это чудо техники в кабине самолета. Сэр, так что мы умрем? Нет! А как же? С помощью подобных технологий организаторы планируют увеличить экспорт российских технологий до 10 миллиардов долларов в год. На внешний рынок. Тот самый, где существуют Тесла, Бостон Дайнамик и подобные передовые компании с реальными инновациями. Мало того, что некую сумму потратили на разработку этого, так еще и организация целой конференции, где было презентовано множество подобных нелепых изобретений, явно стоила недешево. Такие конференции в России происходят пачками. А реальной выгоды только парочка сюжетов о том, какая Россия — великая технологичная держава, которые снимают подобных декорациях. Как компас указывает направление развития России — научно-технологический прорыв. О ценах на такие пиар-конференции можно судить, например, по затратам на форум «Технопром». Проведение международного форума «Технопром-2019» оценили в 63 миллиона рублей. Его посетил сам президент РФ. Речь на цитаты разобрали телеканалы. Россия способна на технологический прорыв в развитии. Это сейчас один из ключевых приоритетов для государства. Что Россия должна и способна совершить научно-технический прорыв. Но парочка сюжетов, с которых можно ура-патриотично угореть, это все, что получили россияне от мероприятия стоимостью пару десятков миллионов рублей. Инновации — идея фикс российского руководства. В этом чарующем слове они видят еще одну перспективную стезю для утверждения российского величия. «Что сказал главный президент России? Основа экономика — это наука и производство». На деле же с поддержкой реальных инноваций в России все печально. Да, деньги легко дают на всякую билиберду, вроде той, что мы сегодня показали. И по сути это всего лишь прикрытие, чтобы чиновники-кураторы этих проектов пилили многомиллионные бюджеты. «Слава России!» По уму же стоило бы поддержать ученых, действительно вкладываясь в проекты. Но те, кто могли бы стать новыми российскими ломоносовыми, как и прежде, остаются без внимания Кремля. «Ученый-изобретатель из Лабытнанги хотел оставить патенты на свои изобретения на родине, но они оказались никому не нужны». Николай Быков посвятил свою жизнь изобретению технологий. На его счету 300 изобретений, в том числе 6 патентов. Среди них есть на самом деле стоящие идеи. Николай Быков изобрел прибор-экономайзер, который нагревает топливо и за счет этого снижает его расход в три раза. «Горячий бензин горит лучше холодного. Расход снизился до 3,8 литра». У владельцев автомобилей сейчас наверняка шок. Представьте только, подобная разработка может изменить ситуацию с потреблением энергоресурсов в корне. Но кремлевским инноваторам это, видимо, неинтересно. «На инновационной цели за 4 года было отпущено 4,5 миллиарда рублей. Мы практически ничего не получили. Деньги спарились». Зато разработками Николая заинтересовались в далеком Катаре. «Технологиями экономии энергоресурсов заинтересовались Саузиты». «Договор подписали. Вот сейчас, значит, должен прийти первый транш в 13,4 миллиона». Так, пока чиновники обогащаются на теме технологий, ученые вынуждены продавать разработки за рубеж. Или вовсе покидают Россию. «В американских программах значительные участия играли российские программисты, а не наоборот». О скольких они будут потом с пафосом говорить «родился в России». А толку-то? Ведь для России, а точнее для тех, кто стоит у ее руля, ни ученые, ни простые граждане не представляют интереса. Капиталист ради прибыли на многое будет готов.